Это реальный заказ. Кстати, заказчик находится сейчас вроде бы с нами, если я не ошибаюсь. Вот такой вот комодик. Куча, куча, куча всего наворочено. Вот немножко другой ракурс. Вид спереди. И, конечно, то, что всегда интересует ЧПУшников, это вот эта вот раскладка на детали. Я думаю, вот это одно из наиболее сложных, как правильно разбить модель на детали. В ходе курса, который дальше продолжится, мы будем как раз вот это проходить. Как правильно разбить и отправить это все в другие программы для построения УПшки. Легче будет тем, кто занимался столяркой. Столяры, они хорошо знают, что и как должно крепиться. Вот еще одна модель. Это тоже реальный заказ. Вот эта моделька. И вот с этой модельки, наверное, мы немножко разберем конструкцию того, что можно сделать в 3D Max. Итак, мы видим кресло. Это экран 3D Max. Вот то, что я говорил. Первый раз, когда новичок открывает 3D Max, его пугают вообще все вот эти кнопочки, все настройки. Особенно, когда на что не нажмешь, тут столько всего выскакивает. Никогда нельзя этого пугаться. Вставить можно, в принципе, абсолютно любой 3D Max. Все зависит от вашей машины. Я знаю одного человека, который до сих пор работает на, по-моему, на пятерочке даже. Это было 5.1 или 5.11. Это была единственная версия 3D Max, которая была, ну, относительно хорошо русифицирована. Можно ставить 13-й, 15-й, 10-й, 9-й. Все они отличаются немножко интерфейсом. И здесь немного расширены команды. Давайте повертим немножко наше кресло. Кстати, хочу сказать о машине. Здесь я видел несколько вопросов. Будет ли Max работать на 86-м процессоре? Это 32-й Windows. Я скажу, что будет. Но немножко будет ей тяжелее. 64-я побыстрее будет и работать, и будет меньше вылетов. Все-таки какая-никакая Max древняя уже программа. Ну, не древняя, а раскрученная уже. Но вылеты и зависания все равно могут быть. Итак, посмотрим. Из чего состоит вот эта модель? Мы смотрим здесь царги, ноги, передняя нога, задняя и спинка. Ну, столяра знают, что еще для прочности вот здесь вот должны быть косыночки. Давайте посмотрим его немножко в разобранном виде. Итак, мы разобрали наше кресло на запчасти. И смотрим. Вот, например, вот эта передняя царга. Ее конструкция. То есть, у нас уже практически все элементы готовые для работы. То есть, из-под станка она почти сразу же может пойти к сборщику. Давайте посмотрим вот эту ногу. Она вроде бы как цельная. Но вот в этом виде, как мы наблюдаем вот под 45 градусов, то есть смотрим в фаз ее. Это у нас нижняя часть симметричная. Верхняя часть ноги, она провернута на 45 градусов. Если использовать ЧПУ-станок с четвертой осью, то все нормально. Но, так как многие четвертой оси просто не имеют, ее как бы нужно разрезать, чтобы станочек выполнил эту работу. И посмотрим, как выглядит наша нога после разреза. Вот эта нижняя часть. Мы видим вот здесь вырез. Это сделано для того, чтобы потом присоединить, вклеить верхнюю часть нашей передней ноги. Вот эта часть сверху. То есть у нас этим достигается прочность и способность ЧПУ-станку обработать нашу ногу. Точно такой же вариант с задней ногой. Вот у нас есть нижняя часть. Верхняя часть. В разобранном виде. Она выглядит вот так вот. Но и это еще не все. У нас есть спинка, которую как-то нужно присоединить. И прочность должна сохраниться. Посмотрите, вот в этом месте переход от спинки, то есть от ножки в спинку. У нас как бы здесь идет половинка на косую. И вот она на задней части срезана. Почему на задней? Задняя часть не сильно видна. И при присоединении вот этот шов после шпаклевки. То есть можно его хорошо доработать. Вот такая конструкция нашей мебели. В дальнейших уроках, ну и сама спинка. В дальнейших уроках мы будем рассматривать практически все варианты на примере, наверное, на примере дивана или кресла. Выполнение каждой части вот этих вот моделек. Закрученные спинки, лофт, прямое моделирование. На вот этом кресле практически есть все, чем можно создать, ну, любую модель. А теперь поговорим о другом. Многие здесь спрашивают, а как вообще приступить к работе? Очень много людей просто не могут рисовать. Я знаю очень мало моделеров, хороших моделеров, которые сами, ну, фактически, нарисовать какое-то произведение не могут. Еще где-то в 90-х, ну, может быть, около 2000-х, 2000-го года, я занимался, в принципе, твердотельным моделированием. Это автокад, кто знает, компас. Там вот такие модели построить довольно-таки сложно. Работал на предприятии, где производилась мебель. Как-то клеил кромку и к нам переселили модельщика рядышком. И вот я полгода наблюдал, как человек работал в 3D Max. Это еще самые первые версии 3D Max. Смотрел, смотрел, приходил домой. Ничего не получалось. Ну, получились мелочи. У меня были такие мысли, если я не умею хорошо рисовать, то у меня просто не может такого получиться. И вот однажды в нашем городе есть, я сам из Донецка, в нашем городе есть бульвар Шевченко, то есть бульвар Пушкина. Там всегда собирались художники, потом резчики, были картины, все, что угодно. Можно было там посмотреть. И я не помню, куда я шел, но шел именно через всю эту выставку искусств, так сказать. И вдруг я увидел моего знакомого. Привет, привет. Что делаешь? Да вот, продаю. А что продаешь? Картины. Но самое интересное то, что я-то знаю, что он не умеет рисовать. Я говорю, а как? Ты же никогда не рисовал. А что тут рисовать? Однажды встретился с художником, ну, тоже со своим знакомым. Он говорит, а чего ты? Попробуй. Взял фотографию. И красками поверху по фотографии начал рисовать. И через какое-то время, ну, я не скажу, что шедевры, но отличные копии он делал. Ну, тут меня тоже включило. В принципе, в принципе, с чертежами я разбираюсь по образованию, вроде строитель, попробовал. Так что хочу сказать. Те люди, которые боятся, что кто-то чего-то не сможет нарисовать, ну, я думаю, небольшая эта проблема. Я пользуюсь в основном узорами, рисунками, нахожу что-то в интернете. И затем идет просто копия того. Или совмещение. Я разные рисунки беру, совмещаю, как-то их передвигаю. И получается вот такие вот вещи. Ну, вот тоже варианты. Может быть, кто-то уже и видел. Как делать вот такие вещи? Сразу нужно изучить предмет вашего моделирования. То есть, можно найти книги по столярному делу. Стол, его крепление, из чего он состоит. Здесь мы видим две царги, ножки. Внутри, как и вот здесь вот у нас, есть косынки для прочности. И сама столешница. Стулья тоже имеют свою специфику. То есть, это наклон спинки, высота сидения и размер сидения. Они могут строиться как индивидуально под человека, так и просто по стандарту. Есть стандарты. Высота стола, высота стула, высота кровати, ширина. Все это везде есть. Вот этот тоже. Это уже работа, выполненная в этом году. Мне предоставили картинки, то, что, как хотят видеть спинки. Эта модель была сделана известным интернет-магазином. Мне предоставили фотографии. И вот по этим фотографиям уже пришлось сделать спинки. Они немного измененные, но все-таки сам рисунок взят оттуда. Самое главное, приступая к проекту, вы должны сразу знать, что вам делать. Можно набросать какие-то чертежи. Извините, что-то, что-то, что-то не так пошло. Точно. Можно набросать чертежи, размеры кровати. То, из чего она в принципе состоит. Спинка. Брусья. И потом уже приступать к проекту. Ну вот, мы в принципе подошли, наверное, к самому главному. Это начало работы над проектом. Сейчас мы возьмем 3D Max. В данном случае это 3D Max 2015. Вот это его начальное окно. Что нам нужно для проекта? Нам нужен какой-нибудь рисуночек. И размеры. Кстати, заказчик нашей модельки, которого мы сегодня будем разбирать, подготавливать под проект, находится тоже здесь. Правда, этот не от меня по зависящим причинам я задержал выполнение этого проекта. Ну, я думаю, мы немножко разберемся с этим заказчиком. Итак, наше первое окно. Открыли 3D Max. Здесь примеры. То есть, можно выбрать видео и посмотреть примеры. Здесь тоже примеры. Вот страничка. Вот в этом окошке находится все, что мы делали до этого. Вот это настройка проекта. В этом окне находится. Здесь можно выбрать новую сцену начать и настроить проект. Извините. Итак, посмотрим, что же мы будем делать сегодня. Мы подготовим вот эту картинку под наш проект. Я знаю то, каким он должен быть в конце модели. Длина 1,60 м. Высота 1,1 м. Ширина 1,1 м. Ну, вот по вот этой картинке очень тяжело сразу начать работать. Что можно сделать и как, чтобы продолжить работу? Это я буду делать в ACDC Pro 5. Это обычный редактор, видеопросмотрщик, но с возможностью редактирования. В принципе, такие работы можно делать в Photoshop, кто с ним знаком. Или в абсолютно любом пакете, кто допускает деформацию картинки и редактирование. Итак, давайте включим, что мы имеем здесь набор для редактирования. Первое. Включаем кадрирование и исключаем все то, что не войдет в наш проект. То есть мы обрезаем картинку нашу. Чуть-чуть побольше, чтобы было видно. Вот, я обрезаю по краям. Стоп, даже не так. Давайте не с этого начнем. Давайте для начала выровняем нашу картинку. Для этого мы выберем коррекцию перспективы. Включаем сеточку. И начинаем выравнивать. То есть мы видим по ножкам. Вот эта ножка еще выше немного находится. Вот. Низ у нас на одном уровне. Теперь, что делаем сверху? Вот так вот. Вот эти спинка задней вершины, тоже на уровне. И она у нас вытянулась. Вот так вот сделаем. Ну, в принципе, этого достаточно. Теперь мы делаем кадрирование. Обрезаем все лишнее. Применяем. Ок. Вот, в принципе, заготовка есть. Назовем ее 02. Сохранить. Все. На данном этапе пока нам уже ничего не нужно с этой картинки. Теперь переходим сюда. Так, наверное, мы перейдем в прежний макс. Потому что там, у меня здесь, это голый макс. Я ничего сюда не ставил. Это для будущего показа, как ставить плагины, кнопочки разные включать. Переходим сюда, выбираем Ctrl-A, все. И удаляем. Так, у нас еще что-то есть. Абсолютно все удаляем. Так. Лучше слоев. Так. Не хочет немножко. Давайте сделаем New. Don't save. Итак, с чего нам следует начинать? Кто продолжит уроки, я думаю, тому будет выслана целая куча еще дополнительных материалов. Это горячие клавиши. Горячие клавиши это очень важная тема в 3D Max. Потому что это выигрыш по времени. Вот, посмотрите. Например, у нас вот так вот открывается 3D Max. Чтобы нам оставить, например, какое-то окно. Например, вот это. Мы должны мышкой двинуть в самый левый, правый нижний угол, нажать клавишу. Потом опять. И вот эти вот движения. Легче сделать это левой рукой. Alt-W. И у нас появляется это окно. Теперь. Кто смотрел предыдущие уроки, там выложено опять на форуме. CNC-профи, 5 уроков. Мы там разбирали, как поставить некоторые плагины. В частности, вот этот, Plane+. Значит, можно обойтись и без Plane+, просто создав обычный Plane и поставив на него картинку. Пока был чат у вас, пока не начались занятия, там проскакивали вопросы. Как же можно поместить картинку на 14 и 15 Max. В 13 это делается очень просто. Alt-B вызываем меню Background, настройки Background. Вот здесь вот включаем Files, Match Bitmap и выбираем просто обычную нашу картинку, которую мы хотим подставить. А в 14 и 15 это довольно сложнее. Так, у нас находится... Вот здесь. Занятие первое. Вот здесь вот. Окей. При увеличении, при уменьшении у нас на бэкграунде ничего не меняется. Это можно только поменять в перспективе. Вот здесь у нас 2D зонпан. Посмотрим. Alt-B снова. Применяем для всех окон. Окей. У нас во всех окнах наша картинка. И вот здесь 2D пан зонм моды. Включаем. И здесь вертим. Но что произойдет, это мы находимся в перспективе. Вот наш кубик. Но что же произойдет, когда мы нажмем топ клавишу T? Все, кубик увеличивается. Картинка осталась на месте. Сейчас мы разберем, как здесь избежать. Remove. Окей. Выбираем любое окно. Плейн плюс мы разбирали. Давайте разберем на просто плейном. Кто не установил, кто не знает, как с ним работать. Создаем просто окошко. Приблизительного размера, какой нам понравится. Включим F4. Вот здесь главное. По умолчанию у нас плейн будет вот с такими ребрами. То есть ребер дополнительных не будет. Давайте их включим. И я объясню, для чего это. Вот так. Мы включили плейн. Теперь клавиша M. Это вызов материалов. Вот здесь можно нажать клавишу Material Editor. Но лучше и правильнее нажмем клавишу M. Вызываем материал. Вот здесь вот у нас какой-то есть материальчик. Сделаем его стандартным. Get Material. И выбираем стандарт. Вот здесь вот. Пусть новичков не пугает вся вот эта подготовка. Max довольно гибкая программа. И, ну, может быть, процентов 90 всех вот этих кнопочек им не придется использовать. Все можно обходиться довольно меньшим набором и получать хорошие результаты. Итак. Вот мы выбрали стандартный материал. Диффуз. Вот эта кнопочка. Два раза. Стоп. Нет. Вот на вот эту кнопочку. Рядышком. У нас всплывает еще одно окно. И мы выбираем Bitmap. Картинка. И здесь мы выбираем. Снова мы попали не туда немножко. Уроки, занятия и вот эту вот картинку. Ок. И назначаем, включаем вот здесь вот в шоу шарик материал. То есть, показать видимость материала на текстуре. И применяем его. То есть, мы здесь все увидели. Размер. Вот здесь пользовательский. Ставим единичку. Единичку. Ок. И обязательно переходим вот сюда в настроечки. И применяем модификатор OV Map. То есть, текстуру. Выключаем вот здесь вот клавишу. Это в Mental Ray нужно выключить. Для видимости материалов нужно выключить вот эту вот клавишу. В V-Ray можно не выключать. В реалистичном отображении у нас будет все нормально. Итак, мы получили нашу картинку. Что нам следует сделать дальше? У нас есть наша система координат именно вот этой модельки. Double V. Мы можем ее управлять. Вправо, влево, вверх, вниз. Но первое, что следует сделать. Это выровнять. Ну, мне так легче. Я не знаю, как будет вам. Выровнять нашу систему координат в левый нижний угол. Включаем. Действует только на Pilot Only. И выравнивание. Это вот наша клавиша или клавиши сочетания Alt A. И выбираем наш уже наш plane. Минимум с минимумом. А вот здесь вот пилот. И смотрите, у нас переместилось в левый нижний угол. Окей. Вот еще есть у Max такое свойство. Если мы переключим вот сюда, иногда поворот наш может оказаться в старом, ну, в прежнем месте. Можно включить, чтобы точно у нас все наши преобразования вот эти вот были в этой точечке. Окей. Теперь, что нам нужно сделать? Нам нужно подогнать нашу модель под наши размеры. Давайте включим нашу сетку. Как мы видим, наша модель лежит не там, где нужно. Вот еще одно свойство 3D Max как очень легко выравнивать по центру, по сетке или сделать смещения какие-то. Никто никогда не обращает внимания вот на вот эти вот циферки. Ну, по крайней мере, новички. Вот мы двигаем и что-то там меняется. Бегают, бегают циферки. Выбираем нашу модель. И вот здесь вот на стрелочках правой кнопкой мышки Клац, у нас это координата становится в ноль. Вот здесь Клац в ноль. Z тоже ноль. Это очень хорошая, ну, можно сказать, горячая клавиша. И что мы делаем дальше? Теперь чуть-чуть опускаем ниже нашей оси. Это делается для того, чтобы мы видели, во-первых, сетку. Сетка у нас настроена. Сейчас не знаю. Кстати, это нужно было сделать с самого начала. Переходим в Customize и выбираем Unit Setup. Дело в том, что мы перегружали модель, то есть у нас была до этого другая модель. И она могла быть в другой метрической системе. В метрах, в миллиметрах, в сантиметрах или в дюймах. Вот здесь вот. Я работаю в метрической системе и в миллиметрах. Теперь, вот здесь обязательно. Вот это. От этого зависит экспорт ваш. Экспорт и импорт. Вот здесь вот тоже должны быть миллиметры. Окей. У нас все нормально. Теперь, что нам следует сделать? Давайте подготовим еще одну сетку. Берем Plane. Рисуем его какой угодно. Вот так вот. И смотрим. У нас его размер 268 на 146. А нам нужна модель 1600 на метр. Значит, вот здесь мы ставим 1600. Вверху ставим 1000. Делаем то же самое. Нашу систему координат нашего плана Plane переводим в нижний левый угол. Опять переходим сюда. И выравниваем Ellen. Напоминаю, вот это клавиша Ellen. Но лучше использовать сочетание Alt A. И выбираем нашу плоскость. Окей. Здесь у нас предыдущее было все выполнено. Подтверждаем. Теперь как мы видим у нас наша моделька предыдущая картинка намного меньше чем наша модель. Здесь ее ставим по Y. Вот смотрите Y координата. Ставим просто правой кнопкой мыши на вот эти стрелочки. И нам придется нашу модель подогнать вот под вот этот размер. это размер нашей будущей модели. Тысячу шестьсот на тысячу. Итак. Теперь что следует сделать нам? Вот эта модель вот эта вот плоскость мы будем использовать как координатную сетку. Вот здесь вот у нас раз на четыре части разбито. Давайте ее так как у нас метр разобьем на пять частей. Вот у нас здесь пять частей. И здесь на восемь. То есть каждая клеточка будет у нас равна двадцать на двадцать миллиметров. для чего это делалось? Я это делаю для того, чтобы подогнать еще раз трансформировать нашу вот эту вот картинку под нашу задачу. Итак. Сейчас превращаем его в полигон и конвертируем конверт и в табле поле. Выбираем все вот здесь вот или клавиша Е английская. Ctrl-A выбрали все. Заходим вот сюда Insert вставить полигоны и смотрите что у нас получается. Мы вставляем как бы внутрь каждого нашего полигончика вставляем еще один. но вот так вот будет видно лучше. Ставим здесь 2 мм нам хватает. Ок. И что теперь следует сделать нам? Просто вот эти выбранные части оставшиеся удалить. Все. Наша координатная сетка готова. И сделаем ее черненькой такой. теперь нашу сетку мы перемещаем в начало координат. Оп. Выключить чтобы не мешало. окей. Теперь что мы делаем? Это все у нас идет подготовка проекта. Мы выбираем нашу картинку. Вот здесь у нас есть масштабирование. Также горячая клавиша R английская. Включить можно еще правой кнопкой мыши и выскакивает дополнительное меню. И просто масштабируем или можно ввести абсолютное число. Вот сюда. Так как у нас центры трансформации находятся в одном месте в нижнем левом углу, то нам не нужно следить за какой-то одной стороной. вот смотрите. Это у нас точно сторона идет по низу и по вертикали так как нам нужно. И мы подгоняем только вот эту сторону левую. Подогнали. Теперь нам следует увеличить до вот этого размера. Задание было такое, что у нас высота один метр. На этом пока все. Теперь мы переходим на нашу картинку. Сейчас текстура ложится просто на картину и она не запеченная у нас на самой плоскости. Для того, чтобы ее трансформировать как-то, давайте сделаем ее, переведем тоже в Editable поле. У нас появились все настройки и редактирование полигонов. Выбираем вершины. Вот здесь оно, видите, включилось. Клавиша 1, цифровая. И что нам сейчас следует сделать? Поверх нашей картинки мы видим сетку. Стандартный размер нашего сидения, верхнего это 40-45 миллиметров. В основном такие стандарты для мебели. Значит, верхняя часть вроде бы у нас подходит. Можно чуть-чуточку ее приподнять. И смотрите, что теперь происходить будет. W переключаемся выбрать и трансформировать. Вот так вот. Давайте сделаем по всей длине. нет. Давайте будем одну или по всей да. Вот так вот. Вот эта наша часть примерно на 45 миллиметров будет. Вот эта часть приблизительно в 15 сантиметрах. Вот это нижние царги идут. в 15 вид был немножко получше давайте его тоже чуть-чуть приподнимем. То есть мы здесь сейчас делаем подгоняем нашу картинку в размеры. Вот эта часть ножка должна быть строго посередине. Выбираем наши точки нашей плоскости и смещаем. как мы видим низ у нас совпал вверх нет. Делаем это вот так. Это можно было делать кто очень хорошо знает фотошоп но я это делаю прямо здесь в 3D максимум. Эта ножка не достает до низа и все время обращаем внимание вот наша сетка которую мы сделали. по которой ориентируемся. В принципе эта нога нормальная. Теперь вот это сейчас я вернусь назад замерю диванчик 70 вот эта часть в районе 70 75 сантиметров и так считаем 1 2 3 70 вот даже здесь должна находиться берем вот так и вытягиваем вот здесь где-то нахождение нашего перила. Итак что мы здесь что у нас здесь получилось 40 45 примерно то что нам нужно. Теперь переходим к верхней части. Наша корона должна быть тоже по центру вот в этом месте. хватаем вот так вот и теперь следующую подтягиваем еще можно так и у нас сильно уж сильно вот это трансформируется что для этого будем делать перейдем на уровень ребер это клавиша вот здесь можно выбрать но лучше клавишей 2 цифровой и вставим connect вот здесь вот по этим ребрам сделаем connect ставим еще одно ребро ребята еще спрашивали еще раньше вот мы видим меню вот это но оно не развернутое ее можно вот так вот вызывать но можно включить вот здесь вот клавишу и оно развернется полностью и мы можем видеть что вот это верхнее меню именно для сейчас для полигонов оно вообще рассчитано для полигональной полигональных моделей каких-то разворачивается вот это меню это все что можно сделать с нашими редактируем с нашими редактируем полигонами здесь же в правой колонке практически все дублируется но немножко больше итак переходим опять на уровень вершин и начинаем еще подгонять нашу модель вот почти попали да она уже довольно деформировалась теперь переходим к задней части вот это спинка она у нас находится в перспективе и спинка завалена внутрь как бы что мы делаем в этом случае опять переходим на ребра клавиша F2 выбираем ребра и опять connect можно даже сделать два ребра окей опять на вершины и начинаем заднюю часть в принципе спинка вот эта она должна быть чуть-чуть ближе вот сюда расположена смотрите мы сдвигаем спинку а наш подлокотник остается на прежнем месте так где-то вот так вот и мы можем подгонять сейчас спинку как нам нравится это небольшие хитрости 3d max я бы так сказал которые многими почему-то не используются так вот у нас какая-то линия изломанная опять на ребра выбираем их и connect здесь достаточно одного ребра окей ничего страшного что у нас здесь какие-то кривые линии мы рисуем мы должны подобрать общий как бы общую линию то в максе оно потом все сгладится это и вот здесь вот наверное мы подтянем чуть поближе так проверяем уровни все здесь приблизительно на 15 у нас напоминаю сетка равняется 20 сантиметров вот здесь вот нижняя часть примерно на 15 вот это 40-45 миллиметров это верхняя часть подушки дивана и теперь мы можем просто подкорректировать вот вот эти вот изгибы опять connect вот так вот наверное еще хочу что добавить по по 3d максу 15 в 13 максе такого нет вот смотрите сейчас у нас выбраны вершины это нажатие клавиши единичка двойка выбрались ребра но в 13 было если я нажимаю двоечку то есть у меня идет выключение я могу смело переходить к редактированию ну например вот этой сетки а она меня не пускает значит что можно сделать в 15 и 14 вот здесь вот менюшки у нас выпадают я в начальных занятиях предыдущих там 5 фильмов было рассказывал как сделать для новичков вот эти удобные именно для новичков меню и чтобы были вот здесь иконки что это дает новичку трудно ориентироваться что делает тот или иной модификатор а вот это подсказки и очень хорошие рядом находится клавиша горячая и также мы видим выскакивает видео подсказка или фото подсказка давайте посмотрим на чем-то другом так здесь у нас есть еще видео вот смотрите у одних есть фото подсказки у других видео подсказки для новичков это большое подспорье вот здесь обычное здесь видео ткани здесь нет видео подсказки здесь есть то есть глянув на иконку и глянув на видео можно сразу определить что будет делать модификатор итак здесь нам это уже не нужно сетка фактически а для чего я это делал открываем edit что еще новенького появилось в 14 в 15 это отсоединение вот этих менюшек я его сворачиваю здесь можно выбрать в каком виде мы видим эту менюшку и вот здесь просто нажать но это неудобство связанное с переходом от версии к версии что-то убирается в лучшую сторону что-то в худшую теперь мы видим сетка нам в принципе не нужна alt q спрятать то есть оставить только выбранное и применим сюда кстати нет не нужно пока покажем все к нашей картинке применим модификатор симметрии вот так как видим наша ось симметрии находится не там где нам нужно выходим вот сюда и элем или клавиша alt а старайтесь запоминать клавиши кто продолжит курс обучения тому будет выслано полностью все наборы горячих клавиш сразу желательно пользоваться ими итак смотрим вот что у нас получилось вот здесь подушка выгнулась но в принципе она нам не нужна вот так это у нас отображение вот этой стороны флип другой стороны то есть фактически вот это у нас была первоначальная можно вот эту подушечку немного скорректировать так включим показ конечного чтобы у нас она не так выпирала и не резала глаз и так мы видим нашу сторону первоначальную как бы выглядела наша модель будущее переходим сюда на симметрии и переворачиваем вот то что нам нужно и причем наша модель соответствует наша картинка соответствует модели можем посмотреть 1600 на 100 наша сетка теперь в принципе она уже не нужна мы ее удаляем и оставляем только лишь нашу сетку что вам еще можно здесь подсказать вот смотрите частенько бывает вот мы выбрали нашу модель это в любом случае будете вы не будете но хочу подсказать такую вещь вот у нас выбрана например вершина и вы случайно нажимаете на пробел что происходит дальше куда бы вы не тыкнулись вы собираетесь выбрать вот эту другую вершину а у вас не получается у вас произошла вот здесь вы заморозили заморозили работу только с этой одной вершиной что бы вы ни делали у вас будет работать только одна вершина новички поступают очень просто они берут сохраняют по горячему или вот здесь и перегружают 3D Max а для этого стоит просто нажать второй раз на клавишу пробел или space вторая частая ошибка мы видим нашу систему координат вот в таком виде если вы случайно нажали x стоп здесь уже x по другому alt x так вот это уже нужно будет поискать ctrl z x здесь уже изменили раньше при нажатии клавиши x у вас пропадает вот эта система координат сейчас ее похуже убрали а в 13 максе она сохранилась и еще очень полезная вещь здесь мы открыли это мы изолировали клавишей alt q когда выбран объект объекты один какой-то объект при нажатии alt q все остальные исчезают с экрана загорается вот эта вещь вот эта лампочка при повторном нажатии оно так же в 15 не срабатывает можно вот здесь выключить и еще хочу показать одну очень хорошую вещь вот смотрите у нас выбрана какая-то точка например ну вот это у нас находится практически она в нуле или вот это смотрим сюда видите координаты меняются есть еще вот такая вещь это абсолютные координаты нашей какой-то выбранной модели или точки или ребра если мы включим вот здесь у нас появляются везде нули то есть мы не привязаны к общей системе координат которая вот здесь вот находится если мы захотим сдвинуть любую нашу точку и введем здесь абсолютные координаты например 10 нажимаем Enter наша точечка сдвигается Ctrl Z выбираем ось Z вот здесь выбираем 200 наша точка сдвинулась ровно на 200 очень полезная вещь итак наш проект в принципе наша картинка подготовлена к проекту полностью дальше нам предстоит работать с самой моделью но это мы уже рассмотрим на следующих уроках сейчас я хочу передать слово нашему организатору который все эти уроки организовал и предоставил возможность вам чему-то научиться а мне рассказать может быть что-то новое для вас итак просим Руслана подключиться к нашему дальнейшему разговору итак Продолжение следует... Раз, раз, раз. Отлично, я так понимаю, меня слышно. Хочу поблагодарить вас, что вы сегодня собрались, что потратили свое время, свой досуг, потратили не на отдых, а на развитие, на саморазвитие. Это очень похвально. Собственно, как Павел уже сказал, меня зовут Руслан. Игорь Руслан, я организатор-автор проекта «Синси профи». Школа организовалась относительно недавно. Но уже будет скоро год ей, как она работает. За это время мы выпустили уже более двухсот выпускников. То есть люди обучаются, люди получают результаты. И как бы мы набираем обороты, работаем над ошибками и движемся вперед. Вот сейчас расширяем наш спектр. Будут появляться уже новые уроки, новые программы. Ну, 3D Max, собственно, в частности. Сейчас хотел бы поблагодарить отдельно тех людей, которые изначально вписались в бесплатные уроки по 3D Max. К Павлу Глухову. И отписывались в комментариях, как я и просил. Собственно, еще тогда изначально я как бы описал, что все, кто записался, будут участвовать в розыгрыше приза. Скажем так, приза очень ценного. И, собственно, сейчас я хотел бы перейти непосредственно к самому призу. Буквально одну минутку я не подготовился, потому что писал запись. Сейчас, секундочку. Итак, я сейчас... Нет звука. У всех нет звука? Или есть? Если у кого-то нет звука, попробуйте перегрузиться. Есть звук, отлично. Сейчас я поделюсь с вами экраном. Так, Павел, пожалуйста, взбросьте экран, потому что у вас идет демонстрация, и я не могу показать свой экран. Нажмите на кнопочку «Завершить показ». Ло-ло-ло, Павел, слышите меня, нет? Павел, если слышите, пожалуйста, завершите пока с экрана, а то я не могу начать демонстрацию. Так, Павел, видимо, отошел. Сейчас, одна минуточку, я прошу прощения. Продолжение следует... Все отлично, он включился. Сейчас одна маленькая формальность, и начинаем розыгрыш приза. Приз действительно серьезный. Я думаю, тот, кто выиграет, будет рад. Так, как только вы увидите мой экран, поставьте, пожалуйста, пятерочки. Отлично. Смотрите, вот, собственно, вернемся к предыстории, как у нас все начиналось. Вот здесь вы записывались на бесплатное занятие. И вот ваши, в принципе, записи, да? То есть имя, номер. Имя, номер. Порядковый номер. Собственно, вот по этим номерам мы сейчас с вами и разыграем этот приз. Номера, вы видите, они идут по порядку, поэтому это будет сделать легко. То есть логично предположить, что самый первый комментарий был под номером 1, самый последний 224. Итак, переходим. Есть такой сервис. Масса на самом деле. Я нашел первый попавшийся, который был в гугле. То есть это генератор случайных чисел. То есть диапазон ставим от единички до 124. 224. Так, еще проверим. Да, 224. Итак, после нажать на кнопки сгенерировать, мы узнаем победителя, собственно, человека, который получит приз. Но что за приз, да? Я так и не обмолвился. То есть о каком призе речь идет? Сейчас немножко разберем. Расскажу о призе, собственно. Так, одну минутку. Значит, приз. Собственно, завтра, буквально уже завтрашнего дня, у нас стартует в продажу продвинутый большой такой, сказал бы, масштабный курс по 3D Max с Павлом Глуховым. То есть этот курс разработан очень интересно. То есть он сделан на основе реального заказа. И в этом курсе, то есть это будет разбит по урокам, и на нем будет сделан, собственно, заказ, полностью заказ, с самого нуля до самого конца, поэтапно, со всеми узлами, со всеми ножками, запчастями, замками и прочее, прочее. Собственно, формат этого курса будет немножко не такой. Если кто-то был, уже у нас обучался ранее в CNC-профи, то формат немножко мы изменили с учетом своих методов, проб, ошибок. Формат изменился, и он будет более, я так думаю, все-таки продуктивней. Почему я так считаю? То есть он будет состоять из нескольких частей, сами уроки. Каждый урок будет состоять из нескольких частей. Это оффлайн и онлайн будет обучение. В оффлайне, то есть, ну, давайте представим, что сегодня понедельник, вы получили видеозанятие, то есть ссылку, скачали урок. Скачали урок, получили к нему домашнее задание. На следующий день, уже в режиме реального времени, как мы сейчас с вами общаемся, только более расширенно, то есть у каждого из участников будет возможность включиться, вот так, как я сейчас, как Павел разговаривал, и просто задать вопрос голосом, то есть чтобы не печатать в чате подолгу. Вот, а просто взяли слово, задали вопрос, получили на него ответ. Взяли слово, задали вопрос, получили ответ. Вот, собственно, опять же, Павел будет делиться экраном, показывать, у кого-то что-то не получается, какие-то больные места. И третий день уже будут личные консультации в скайпе, то есть у людей, которые, ну, то есть будем отшлифовывать, скажем так, уже до мелочей, чтобы исключить какие-либо шансы на поражение, скажем так. То есть вот такой расширенный формат даст нам действительно больше возможностей постичь вот эту вот программу. Программа очень интересная, программа очень гибкая, функциональная, которая поможет вам действительно выйти на более качественный уровень своего профессионализма и своей, как бы, ну, толкнуть свою фирму, свое производство вперед, отстроиться немножко от конкурентов и делать более какие-то качественные вещи. Вот. Ну что, собственно, давайте перейдем к розыгрышам. Итак, единичка, 124. Я пока местные вопросы не отвечаю, я потом к ним вернусь. Сгенерировать. 66. Итак, смотрим. Смотрите, то есть по имени самозванцем быть у нас не получится. Почему? Потому что каждый, кто оставлял комментарий, он оставлял свой e-mail. Все e-mail у меня сохранены. Поэтому... Ага. Первой страницы. Нет. 66. Итак, Андрей, город Королев. Для уменьшения времени, создания 3D-моделей и повышения их качества. Не работал. То есть человек-новичок. Опыта не имеет. Хотелось бы профессионально на уровне освоить ЧПУ. Надеюсь, Макс мне в этом поможет. Так, возвращаемся к чату. Скажите, Андрей, город Королев, да? Королев есть такой у нас? Присутствует или нет? Андрей, город Королев. Если не присутствует, то у вас остается шанс, и мы переходим и ждем, пока мы найдем именно счастливого обладателя. Андрей, город Королев. Тишина, да? Ну что, давайте еще тогда разыграем. Кто за, чтобы еще продолжить розыгрыш? Есть кто за? Если за, вот. Плюсики поставьте, пожалуйста. Отлично. За. Ну что, продолжаем розыгрыш суперприза. Генерировать. 31. Поехали. 31. Так, 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 так. Руслан. Руслан, мой тезка. Руслан, Владикавказ. Хочет изучить 3D-макс для профессиональной работы по созданию 3D-моделей. Никогда не работал в 3D-макс. Опять же, новичок. Видим, что в основном присутствуют новички. Хочет создавать модели любой сложности. Руслан, Владикавказ. Не видно. Ай-яй-яй-яй-яй. Я прошу прощения. Сейчас показываю генератор. Я не мухлевал. Флот номер 31. 31. И вот он, Руслан, Владикавказ. Руслан, я так понимаю, тоже нет Руслана. Скажите, а есть вообще поставки плюсики из тех, кто давал комментарии? Может, сейчас никого нет, а мы разыгруем. Если здесь вот у нас плюсики... Ага, все, плюсики есть, значит, есть люди, которые оставляли комментарии. У меня номер 100. Хорошо. Все, добренько. Тогда переходим еще раз на генерацию и разыгрываем еще одно место. 4. Вот так вот. Сейчас получит, наверное, все-таки... Кто самый первый бросился осваивать 3D Max и в числе первых оставил комментарий. Так, что-то у меня... Так, 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 Андрей. Андрей, город Набережная Челуны. Давно о ней слышал, но все, руки не доходили. И снова новичок. Наверное, 3D Max ищет более продвинутых пользователей, дюзерей. Андрей, город Набережная Челуны присутствует? Андрея тоже нет. Ну что, поехали дальше тогда. Восемнадцать. Восемнадцать. Алексей Тверь. Саморазвитие интересуюсь обработкой на ЧПУ. Программа знаком поверхностных. Вот. 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 Алексей, город Тверь. Присутствует? Нет? Ну что же такое? Судьба. Поехали. 145. 145, 145. 155 на следующей страничке. Марина, вы писали 100. Мы уже рядом. Идем к вам. Михаил, Гродно, Беларусь. Михаил, Гродно, Беларусь. Присутствует? Михаил, Гродно, Беларусь. Тоже нет такого, да? Нет, не видно. Он пишет, не кричит. А что было? Нет. Ага. Я пропустил. Меня Павел поправляет. Береснева Александра. Так, а кто был первее? Первый Алексей или Береснева Александра? Что-то я пропустил. Кто следил внимательно? Я немножко упустил. Береснева Александра пишет. Я тут. Алексей Руслан, Алексей Пермь, я тут. Да, я тут. Это человек. Хорошо, я немножко запутался. Смотрите. Значит, я вам сейчас даю наш скайп. Это скайп для участников 3D Max. Представитель Алексея. Хорошо. Давайте представитель, мы потом выясним, представитель или нет. Я сказал, что все есть у меня е-мейлы. Да, Паша? Да, 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 да. Смотрите, вот я вам скинул скайп, еще раз дублирую. Это скайп для 3D Max. Добавляйтесь туда, после окончания вебинара я вам расскажу, как получить, как участвовать, как записаться. Проверим ваш е-мейл. Если все нормально, значит, будем сотрудничать. Итак, еще хотел бы пару слов все-таки вернуться к нашему курсу. Вот, он еще не пускался как бы в продажу, он только готовится. Вот работы Павла. Работы довольно-таки серьезные. На самом деле, я посмотрел около, наверное, получаса мы смотрели только его работы. И мне кажется, я и пару процентов его работ не посмотрел, потому что его жесткий диск на 3 терабайта, говорит, уже не вмещается. Их на самом деле работ очень много. И практика у него огромная. Скажите, кому было бы интересно, кто еще бы хотел бы поучаствовать вообще в обучении уже в таком продвинутом, более серьезном, по 3D Max у Павла Глухова? Нет. Отлично. Смотрите, значит, завтра мы уже запускаем в продажу этот курс, но для вас я хочу сразу поправиться. Для всех участников вебинара цена будет немножко другая. Вот я вам сейчас покажу цену, по которой он будет продаваться. Да, кстати, еще не сказал. Все, кто будет принимать участие в обучении, и каждый из вас в конце уже будет на выходе иметь готовую 3D модель. Скорее всего, вот это будет вот этот диван, который Павел показывал, подготавливал фото. Это только предварительные как бы работы, после начнется моделирование. По итогам каждый из вас должен будет выполнить и создать этот диван, эту модель. И по итогам, по конкурсу, то есть, кто, чья модель будет наиболее эффективна, лучше всех получится, тот будет, тот получит приз. То есть, набор твердосплавных фрез. То есть, это вот мы видим здесь, концевая фреза прямая для черновой, сферическая тоже для черновой и конусная уже для чистовой. И цанга. Цангу подберем под ваш шпиндель. Какой у вас шпиндель? ДР-16, 11, 20, значит, вам дадим вот эту вот цангочку под эти фрезы. Ну, это к слову. Собственно, сейчас рассмотрим цены и пакеты. Значит, пакет Lite, что в него входит? Человек получает уроки, то есть, мы высылаем видео уроки, дополнительные плагины к программе, которые нам позволят оптимизировать и улучшить работу. Далее, у меня вебинары, которые будут на следующий день. Он не будет возможности присутствовать. Домашнее задание он будет получать. Проверка домашнего задания, проверять домашнее задание Павел не будет. И личных консультаций не будет. Пакет Gold, в него входят уроки, дополнительные плагины, участие в вебинарах, то есть, он сможет задавать вопросы, участвовать на вебинарах, участвовать в разборе полетов, скажем так. Будет получать домашнее задание, проверять за домашнее задание, задание не будут. И личная консультация Павла Двухова в скайпе, у него будет две возможности. И пакет VIP, собственно, он получает все. Это и уроки, и плагины, и участие на вебинарах, и проверка домашних заданий, то есть, будут проверяться домашние задания, даваться рекомендации по ним, и также будет возможность получать личные консультации. Теперь, собственно, о ценах и о предложении, которые я вам хочу предложить именно для участников вебинаров. цены будут несколько снижены. Снижены будут цены ненадолго, на 48 часов. Обучение начинается уже со следующей недели, уже со вторника. Сначала хотели с понедельника, но решили со вторника, поскольку понедельник, скажем так, день тяжелый. Поэтому начинаем уже со вторника. Всем желающим, кто хочет обучаться, то есть, добавляйтесь к нам в скайп, сейчас я вам дам адрес, ссылочку, где можно записаться по сниженным ценам. Цены снижены, но ненадолго. Еще хочу оговориться, что Павел, он человек действительно очень занятой, и я его вел с ним переговоры, можно сказать, уговаривал около полугода, то есть, а может даже и больше. Я начал с марта месяца с ним переговоры, но у него постоянно не было времени. Сейчас, в принципе, его нет, но мне как бы удалось его все-таки уговорить. Поэтому подобного мероприятия, повтора, скорее всего, вряд ли будет. Даже если и будет, то это будет не скоро, поскольку работы у Павла очень-очень много, и он очень загруженный. Поэтому вот, как бы рекомендую вам воспользоваться такой ситуацией, поскольку он специалист, он в своем деле очень серьезный на самом-то деле. Об этом говорят его работы, и работы у него очень серьезные. Одну работу он свою показывал, она весила 18 гигабайт. То есть, это была серьезнейшая работа, церковная тематика, я уже не помню, как она называлась. То есть, работы там действительно колоссальные, специалист высочайшего уровня, высочайшего класса, и таких еще поискать. Опыт работы более 20 лет. Павел работал на станках с ЧПУ еще с 90-х годов, когда станки были не на компьютерах, в связке, а стояли вычислительные машины, работали на перпокартах. То есть, он стоял еще у истоков этого всего. Поэтому, у этого человека действительно можно что-то поучиться. Собственно, вот я вам еще дам ссылочку на сам курс. То есть, здесь будет описание самого курса. Он еще не запущен в продажу. То есть, на сайте нет ссылки, чтобы вы могли пройти. Ну, отсюда вы можете пройти на наш сайт и почитать подробнее об этом курсе, что в него вошло, что вы получите. В итоге более подробно там все расписано. Вот еще раз я вам продублирую ссылочку на специальное предложение. То есть, где можно записаться по сниженной цене. Ошибку выдают где? Ссылки. Не должно работать. Ошибка, ошибка. Может, как-то оно рубит ссылки. Не должно быть. А ну, так вот пробуйте. Вот, человек пишет, что работает. Все работает. Вот, еще раз на всякий случай продублирую вам скайп для желающих записаться. Возможно, задать вопросы, побыстрее получить на них ответы. Это скайп для 3D-масса. Вот. Возможно, у кого-то есть вопросы еще по самому курсу. То есть, что в него вошло, как будет, что... А, я, кстати, я даже не сказал, да, сколько будет уроков. Курс рассчитан на месяц. Месяц. То есть, в понедельник мы получили видеоурок. Во вторник мы поучаствовали в мероприятиях, в разборе полетов. Получили слово, задали свои вопросы. Среда – это день консультаций по скайпу. Далее опять четверг, пятница, суббота. То есть, у нас в неделю получается два таких блока и работаем четыре недели. То есть, месяц. Месяц идет такой интенсивный тренинг с домашними заданиями, с проверкой домашних заданий, именно с разбором всех ошибок. Хорошо. Скажите, есть ли у кого-то вопросы по самому курсу? Если просто есть вопросы по самому курсу, скорее всего, я на них могу не ответить. То есть, мы можем подключить Павла, пока он еще здесь, чтобы он ответил на ваши вопросы. Если вопросов нет, то будем заканчивать. То есть, формат обучения изменился, формат расширился, проработка деталей, проработка всех ваших трудностей будет более тщательная. И, как я уже говорил, шансов на поражение у нас мы сводим к минимуму с таким подходом. Что касается денег, то есть, ну, цена серьезная, но это действительно такой жирный кусок пирога. Павел очень серьезный специалист, переговоры велись очень долго. И после обучения, после того, как вы получите те знания, то реально сумма за обучение, она отобьется за раз. Может, если небольшие заказы, то там, может, за два заказа. Да, ну, за раз отобьется слегка. И поскольку я знаю, что вот участники у нас тоже много училось, людей, как бы, и вот буквально недавно мы с Валерием Федоровичем выезжали в Киев к одному нашему выпускнику, то есть, Константин из Киева, он занимается лестницами. И вот он рассказывал реально из жизни, что, говорит, станок у меня стоял кот. Вот стоял, пылился, он его купил, но никак не мог ему дать ладу. И взял он заказ, очень такой шикарный заказ, где там не то, что станок, там отбился и станок, и обучающие курсы, и еще неплохо получилось заработать. То есть, станок и в связке с моделированием, с умением моделировать, он вам дает, ну, огромный потенциал для заработка. Поэтому, по этому поводу, как бы, ну, это такая же инвестиция, как вы вкладываете в оборудование свое, в инструмент. То есть, инвестиция в знания, это такая же вклад в развитие ваше, в дальнейшее развитие. Сейчас вопросики почитаю. Нет станка, не беда, можно вот Михаил вверху писать. Моделированием заработать на станок, на самом деле так, я знаю, многие и уже сделали, не то, что делали, а уже сделали. Места пока есть, места есть, но начало уже будем стартовать со следующей недели, поэтому нужно именно, если вы решили все-таки развиваться, если вы решили идти вперед, идти дальше, повышать свой профессионализм, то нужно поторопиться и записаться до понедельника. То есть, во вторник мы уже начинаем. Скажите, есть ли еще вопросы по курсу, по организации, возможно, еще какие-то по оплате? Поскольку вопросов нет, я тогда еще дублирую ссылку, где можно получить, почитать о самом курсе. записаться по специальной цене. И наш скайп, собственно, от 3D Max. Все, раз вопросов больше нет, спасибо всем огромное за присутствие, думаю, со многими скоро встретимся на уроках, всего вам доброго, до свидания, спокойной ночи. Спасибо.